Слово «ссора» В других кругах принято слово «конфликт». И что меня очень сильно удивило, до сих пор в очень большом количестве литературы, раз, и что еще хуже, в лекциях очень большого количества преподавателей, конфликт до сих пор определяется как столкновение. Ну, все равно чего. Разнонаправленных целей, разнонаправленных людей, разнонаправленных мотивов и так далее. Там еще очень часто пытаются приплести математику и сказать, что это столкновение двух разнонаправленных векторов и так далее. Определения вот эти все одинаково плохи, потому что само по себе столкновение присутствует в любом взаимодействии. То есть вот сейчас мы с вами столкнулись. И получается, что вот сейчас с нами, по всем тем определениям, возможно, конфликт. Потому что вы моей цели не знаете, я вашей цели не знаю. Вполне возможно, между нами уже конфликтное отношение. Поэтому в 2010 году, к сожалению, забыл ученого имя. Но если кого-то заинтересует, можно будет найти по словосочетанию «Единая теория конфликта». Он разработал, собственно, вот такую табличку, которая подписана «Возможные результаты соединения или столкновения двух произвольных систем». Вторые столбики нас не интересуют, а вот начиная со всего остального мы и продолжим. Итак, он выделил три возможных результата столкновения. Синергизм, антагонизм и, собственно, конфликт. Синергизм – это когда у нас есть две системы, и они действуют таким образом, что они обе либо снижают свою эффективность, либо повыше. Антагонизм, соответственно, работает таким образом, что если одна система увеличивает свое влияние или эффект, другая сниживает. Достаточно простой пример, например, это популяция, например, лис и кроликов. Вот это классический пример именно антагонизма, не конфликтного. У нас есть популяция лис, которая жрет кроликов, и чем больше кроликов она сожрет, тем меньше их будет. В какой-то момент она разрастется настолько, что будет нечего есть. И тогда лисы начнут вымирать, а кроликов будет становиться все больше. И вот в таких вот равновесных условиях они и существуют. И это не считается конфликтными отношениями. Конфликтом было бы, если бы в какой-то момент кролики осознали, что им не нравится такое положение дел, и начали бы самозабвенно нападать на лис и истреблять их. Естественно, у них бы это получилось ну так себе, но какое-то количество они бы все-таки уничтожили. Соответственно, кроликов бы не осталось вообще. Система изменилась бы настолько, что лисам бы пришлось перестраивать свой привычный образ жизни. Ну, либо кролики бы победили, захватили бы всю территорию, закончилась бы трава, и все было бы то же самое. Итак. И соответственно. Если у нас в результате столкновения происходит конфликт, то это раз. Ну, тут написано торможение, на самом деле завершение деятельности обеих систем. То есть, после конфликта обе системы меняются. Они не остаются. Либо одна пропадает, да, и остается одна. Либо они меняются обе. То есть, прежнего состояния не сохраняется. Что-то кардинально меняется. Также возможен вариант, что их организация меняется. То есть, вот у нас было лисы и кролики. Возможно, они постановят два государства, и кролики будут выделять определенное количество зайцев каждый год лисы. Ну, например. То есть, изменится регуляция отношений между двумя системами. Ну, или они, в общем, сойдут на нет. Итак. Как это присутствует в нашей жизни? То есть, как в единой теории конфликта объясняют, ну, собственно, социальную часть нашей жизни? Давайте представим себе такую ситуацию. Приходит около трехлетний шкет к своей матери и говорит. Мама, я тебя люблю, но так дальше жить нельзя. Наши с тобой отношения должны измениться кардинально. Вот в той системе отношений, в которой они есть сейчас, я существовать не могу. Потому что мне нужно стать точкой отсчета собственной жизни. Мне нужно создать собственную вселенную центром, которой я буду. Ну, и называют это таким началом формирования самосознания или началом формирования я. Как это будет выглядеть? Он подходит к маме и говорит. Вот теперь вот это, вот это и вот это я буду делать сам. Без твоей помощи. Мне плевать, что у меня это не получается. Мне плевать, что я наношу тебе ущерб. Я должен это делать сам. Потом, буквально через пару лет, он опять приходит к маме и говорит. Мама, я тебя люблю, но дальше так жить нельзя. Вы с папой были для меня отличным идеалом для подражания ровно до этого момента. Теперь мне нужно учиться быть полноценным участником своей возрастной группы. Теперь я буду искать идеалы вне своей маленькой семейной среды. Теперь я буду ориентироваться на сверстников. Я буду учиться, в буквальном смысле, быть полноценным, ну скажем так, участником. Ну и как раз в этом возрасте, например, детей отправляют в школу. Что из-за чего произошло, пока неизвестно, потому что нельзя брать детей и не отправлять их в школу. Но это как бы не тема моего дохода. Дальше у нас подростковый возраст. Картинка повторяется. Уже достаточно большой ребенок приходит к родителям и говорит. Мама, так жить нельзя. Мы должны что-то менять. Теперь я буду нести за свою жизнь большую часть ответственности. Ты, конечно, все еще можешь меня содержать, дарить подарки и так далее. Это я все с удовольствием буду принимать. Но я теперь сам буду решать, чем я буду заниматься. Когда я буду заниматься и почему я этим буду заниматься. Это сцена из Дэдпула. Ставил я именно ее сюда, потому что... Ну вот именно в этот момент, собственно, я не помню, как зовут персонажа, но вот Дэдпул признается именно в любви, признается именно в отношениях. И... ну как это может выглядеть? Здравствуй, женщина или мужчина? Помимо роста сексуального напряжения и прилива крови к детородным органам, я чувствую еще и какое-то специфическое чувство в районе желудка, напоминающее порхающих бабочек. Если ты чувствуешь нечто подобное, давай попробуем создать полноценную ячейку общества. Ну и если она соглашается и у них проходит то, что в быту называется конфетно-букетным периодом, то наступает соотнесение стереотипов семьи. То есть у одного партнера была своя картинка на то, как должна развиваться ее семья, у другого партнера своя. Они сталкиваются и создают свою какую-то новую. Это может происходить через конфликт, через синергию, через антогенизм. Но в любом случае они должны будут создать свой стереотип семьи, в котором дальше и будут жить. С моей точки зрения, вот это отличный пример синергизма в построении отношений. Заяц ПЦ отвечает, я не помню, какой это Щ или Ф, ну не важно, а отвечает, я не люблю тебя. И получает ответ, я тоже тебя не люблю, я просто использую тебя, чтобы быть несчастной. Тем самым они подтверждают, что их цели отношений совпадают. Все это время они действовали вместе, сообща. И вот сейчас об этом заявили. Ну антагонизм выглядит вот так. То есть в какой-то момент один из партнеров говорит, партнер, я тебя люблю, но так дальше жить нельзя. Мне надоели разбросанные носки по всей квартире. Мне надоел забитый слив длинными волосами. Сколько можно бухать каждую пятницу. Как можно покупать столько однотипной обуви. И если другой партнер отвечает, ну скажем так, ударом на удар, то есть ты покупаешь много обуви, я бухаю каждую пятницу. Ты песочишь меня за носки, ну или там за волосы в стоке. Я тебе не готовлю. Это вот классический пример антагонизма в отношениях. И по большому счету это тоже нормально. Поскольку сами партнеры не делают ничего для изменения системы, в которой они, собственно, и живут. Вот эту картинку я увидел совершенно случайно. Если же после вот этого разговора у них наступают конфликтные отношения, то тогда понятно. Они либо расходятся, то есть система разваливается, либо изводят друг друга до полного изнеможения, то есть почти уничтожают друг друга, и тогда тоже либо расходятся, либо так уже и продолжают существовать до конца своих дней. Ну, либо каким-то специфическим образом реорганизуют свои отношения. Например, да, я принимаю, что ты бухаешь, и будь добр, принимай волосы в сливе. Точка. А вот эта картинка мне напомнила то, что мы можем ввязываться в конфликтные отношения, не только преследуя цель что-то изменить в своей жизни, а и вообще-то для разрядки. В какой-то момент я могу представить, что рабочий день был тяжелый, у меня было 15 очень паршивых клиентов. По дороге домой я пропустил маршрутку, пришлось ехать на такси. Я приезжаю и начинаю подмечать каждый недостаток, который вижу у себя в домашних условиях. Делаю я это не потому, что мой партнер мне не нравится, не потому, что мне не нравится то место, где я живу, а потому что у меня такое количество напряжения накопилось, которое мне просто некуда было выместить. И я начинаю скандалить, в буквальном смысле скандалить. И забавная штука, что поведение вообще-то заразно. У каждого из нас есть определенная степень внушаемости, конформности. И если я длительное время присутствую в компании человека, который ругается и не умею никак себя контролировать, через некоторое время совершенно точно я тоже с ним начну ругаться. В любом случае. Либо у меня есть какие-то механизмы саморегуляции, либо я начну точно так же самозабвенно ругаться. Теперь перейдем, собственно, к аргументации. В научной сфере все происходит приблизительно так. Когда два ученых сталкиваются, они могут существовать либо синергично, либо антагонично, либо конфликтно. Насколько я знаю, вот эти два товарища пытались друг друга уничтожить. Ну, то есть в буквальном смысле. Это, если плохо видно, Нильс Бор и Эрберт Эйнштейн. Вот эти два товарища, по идее, уже выступали классическим примером антагонистичных отношений в науке. То есть они действовали, грубо говоря, по правилам развития, ну, не то чтобы науки, но как минимум научной дискуссии. И каждый из них находил плюсы своих высказываний, и их использовал его оппонент. Но в то же время он находил минусы своего оппонента и предъявлял ему, как, ну, вот, нечто, над чем стоит работать. И таким образом они друг друга подтягивают. Ну, и так, собственно, сейчас и происходит. У нас есть, например, кафедра психологии Шевченко, у которой сейчас тема лабораторной работы, коммуникация. У нас есть какой-нибудь город Гданск, где тоже есть кафедра психологии, которая тоже занимается темой коммуникации, но занимаются они ими по-разному. Каждый год они выпускают набор статей, вычитывают наборы статей друг друга, плюсы используют, а минусы выставляют как нечто, что дальше нужно будет проработать лучше. Их оппоненты. Это, как пример, антагонизма в науке. Ну, и поскольку почему-то в тизере я упомянул суд, то в такой формальной структуре, как суд, все происходит приблизительно точно так же. У нас есть обвинения и защита, которые существуют антагонистично. Победит кто-то один из них. Ну, и это, как просто еще один пример, где, по сути, работает аргументация, и в то же время присутствует вся полнота возможных результатов столкновений. Теперь же посмотрим, почему именно аргументация работает в науке. И, ну, например, в суде, и не работает, ну, вернее, не не работает, а очень часто вызывает напряжение у собеседника во время обсуждения личных тем. Эта модель называется инструмент Томаса Киллмана. У нас есть два вектора. Первый интерес с одной стороны, второй вектор интерес с другой стороны. Ну, и, соответственно, они раскидали пять возможных вариантов действия, когда мы столкнулись. Они, на самом деле, ее используют совсем не так, как я, поэтому вот здесь вообще-то я могу чего-то приврать. Если вы будете гуглить Томаса и Киллмана, то, скорее всего, вы не найдете то, о чем я буду сейчас говорить. Итак, в чем забавка этой ситуации? Если мы ничего не знаем о своем интересе, или он у меня не сформулирован, или я просто-напросто вот сейчас еще не определился, чего я хочу, я всегда буду либо избегать другого, либо приспосабляться, уступать. Если я сам не знаю, чего я хочу в каких-либо взаимодействиях, во время встречи с другим человеком я просто держу дистанцию и говорю, ну, как бы я вот, я не знаю, чего я хочу, поэтому извини, я не знаю, зачем мне с тобой взаимодействовать. Либо все время делать то, что хочет другая сторона. И точно так же, если я вообще в принципе не знаю, чего хочет мой партнер, оппонент или любая другая сторона, вот просто не знаю, в буквальном смысле. Я вот человека вижу, о чем он хочет, не знаю. Я опять же попаду либо в избегание, либо в борьбу. То есть в тех ситуациях, когда я проталкиваю свою манеру поведения, не зная, чего хочет мой оппонент, я всегда борюсь. Я всегда нахожусь в сопернических отношениях. Всегда. Ну и, соответственно, чтобы прийти хоть к какому-то компромиссу или, не дай бог, к сотрудничеству, я должен не просто знать, чего хочет мой оппонент, чего хочет другая сторона, но плюс к этому я должен еще это как-то принимать. Это то, что касается того, как мне относиться к ситуации ссоры. Присутствуя в ссоре, если я инициатор, я знаю, зачем я это делаю? Я знаю, что я хочу изменить? Или у меня это обычное импульсивное поведение? А если инициатором является другая сторона? Я знаю, чего она хочет добиться? Я могу это сделать? Не могу? А вот подобные рефлексивные вопросы к самому себе могут способствовать тому, чтобы спадало напряжение, если их тренировать. И вторая моделька, она называется модель трехпозиционного общения, но слово «позиция» здесь вообще-то не совсем верно. Но это как бы тема отдельного доклада. Итак, у нас есть более ресурсное положение вещей, и менее, и равное. Что это означает? Если я ресурсен, то другой человек должен, грубо говоря, обращаться к мне с почтением. Он должен, грубо говоря, просить, у меня есть нечто, что нужно другому. Точно так же с позиции снизу. Если что-то нужно мне, я и должен обращаться так, как будто бы у меня этого нет. Я не могу отдавать приказ с позиции снизу. Точнее, могу, но тогда любой здравый человек просто задаст вопрос «ты чё?». Если я подойду к охраннику и скажу «а ну-ка, впусти меня, чё ты тут вот это вот стоишь?», ну, вполне возможно, он меня повяжет и вызовет милицию. И будет прав. Потому что с точки зрения коммуникации я обращаюсь некорректно. Я игнорирую некоторый здравый смысл ситуации. И, соответственно, вот в этих трёх позициях мы можем либо присоединяться к партнёру, либо конфронтироваться. Что это означает? Если мой партнёр скандалит, он совершенно точно находится вот здесь. Он считает, что он имеет на это полное право. И я могу занимать такую же позицию и обращаться вот таким вот образом. То есть какого чёрта ты скандалишь? С чего ты вообще решил, решила или решила, что ты можешь вот сейчас скандалить со мной, когда я устал, пьян или ещё что-нибудь. Но в то же время можно занять вот эту позицию и вести себя вот таким образом. То есть милочка или милок, что происходит? Кто тебя обидел? Что произошло? У нас действительно что-то серьёзное происходит, чего я не заметил в наших с тобой отношениях. Или тебя просто кто-то обидел, и ты это вот вымещаешь. Вот эта штука почти мистическая. То есть описать отношения на равных, ну, можно, но для этого нужно очень долго проходить специализированные группы, причём вот одним каким-то составом, коллективом. ну, если не брать во внимание всякие формальные структуры. Ну, и если подводить итог... Если подводить... А, да, я что-то не сказал, почему аргументация работает и не работает. Почему аргументация работает в науке и в суде? Потому что учёт интереса другого там закладывается с самого низу. То есть вот когда я прихожу в научное сообщество, меня учат писать статьи, меня учат, ну, скажем так, некоторой правомерной дискуссии с другой стороной. И когда я выполняю все нормативы, я, собственно, и попадаю... Ну, не то, что попадаю в интерес другого, но я его замечаю. Я знаю, что человек с такой же учёной степенью, как и я, ну, может быть, и не такой умный, как я, но имеет право голоса. Заведомо. В личных отношениях вот эти штуки всегда нужно согласовывать. Нет ни одного формального института, который заведомо скажет, что, ну, в семье ваше место вот здесь, а ваше вот здесь. Такие попытки были, но они все оказались несостоятельными. То есть домострой отошёл, а финская система патриархальной семьи отошла. Такой структуры просто нет. Ну, и вот теперь, если подводить какой-то краткий итог, то с моей точки зрения в любых столкновениях, отношениях и взаимодействиях следует, во-первых, помнить, что я могу... Да, что ж. Что я могу либо присоединяться, либо конфронтироваться с той стороной и, ну, скажем так, в зависимости от этого менять свою систему отношений или не менять. Я не знаю, насколько я понятен сейчас, потому что у меня сейчас некоторая трансовая речь. Если я сказал что-то непонятное, то сейчас можете задавать вопросы. Спасибо за лекцию. Хотел спросить, а почему люди так тянет на конфликты постоянно? Первое. Это некоторый естественный способ что-то изменить, в буквальном смысле. Второе. Это способ разрядки. Когда у меня накапливается собственное напряжение, мне нужно его куда-то деть. Если я не занимаюсь боксом, не хожу в тренажерный зал, не бегаю, не смотрю любимый сериал, вот прямо сейчас мне это напряжение просто некуда деть. А некоторые естественные механизмы – это найти человека, у которого что-то не идеально, и показать ему это. что вот из-за тебя я сегодня не попил кофе. Вот что-то вот такое. И да, это действительно естественный механизм в природе, как что-либо изменить. Ну вот на примере лисов и кроликов. Если бы кроликам действительно захотелось что-то изменить, они бы нарвались на серьезный конфликт с лисами. И, например, бы лисов на острове не осталось. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Если конфликт помогает нам получить некую разрядку, если в споре рождается истина, то семейные конфликты – это полезно или вредно? Зависит от того, чем заканчивается. Ну как, вот как психолог я вам могу сказать, что когда кто-то расходится, это тоже может быть хорошо. Если оба партнера понимают, что они хотят избегать друг друга, то вот тот конфликт, на который они напоролись, который привел к изменению системы, а именно к разрушению, это да, это хорошо. Они поняли, что они друг с другом в отношениях быть не хотят. С точки зрения, ну скажем так, обыденного смысла, да, это плохо. Была такая вот хорошая единичка, единица, социум, общество, называется семья, плодила детей, зарабатывала деньги, жила хорошо и так далее. А тут бац, развалилась. Плохо. Теперь есть два каких-то непонятных оболтуса, которые что будут делать, неизвестно. Небось, по другим мужьям и женам ходить. То есть вот с такой точки зрения, это плохо. А с точки зрения, ну скажем так, ну не то чтобы удовольствия, но хотя бы чего-то гармоничного для каждой личности, это может быть хорошо. Понять, что вот с конкретным человеком, вот с таким типажом, я просто не хочу, я не умру. Это очень рефлексивный заход. Это действительно, ну нечто, что описывают личностным ростом. Понимание, что вот с таким типом людей я больше не хочу никаких отношений, никогда. Не потому, что они плохие, а просто потому, что они не нравятся. Субтитры подогнал «Симон»